Лучше один раз увидеть. На месте, где по слухам собираются строить электросталеплавильный комплекс, побывали первоурайские экообщественники. Активисты города Первых лично убедились, что распространяемая среди жителей информация фейк. Подробности в сюжете. На старотрубном заводе сегодня необычные гости. Люди в Красном – это активисты экологического общественного движения «Город Первых». Сегодня они проводят рейд по территории филиала ПНТЗ. В штаб города Первых обратилась одна из жительниц Первоурайска, обеспокоенная слухами о строительстве сталиплавильного комплекса в Первоурайске. И сегодня в составе делегации города Первых мы пришли убедиться своими глазами сюда, на территорию филиала ПНТЗ, для того, чтобы посмотреть, какие работы здесь проводятся в данный момент. Сопровождает активистов начальник трубоэлектросварочного цеха. Александр Матченко рассказывает, там, где сейчас расположен ИКЦ, сто лет назад выпустили первую трубу. А сегодня в цехе неподалеку делают трубы для холодильников и амортизаторов. Общественники интересуются всеми нюансами. К примеру, насколько производство далеко от домов. А вы сами можете посмотреть, от территории трубоэлектросварочного цеха номер 15. Другой фонд находится на расстоянии около 500 метров. Но больше всего волонтеров интересует, ведется ли на территории филиала ПНТЗ новое строительство или хотя бы подготовка к нему. Действительно ли ведутся какие-то подготовительные работы для строительства СПК? В настоящий момент никаких подобных работ на территории площадки филиала не выполняется. Начальник цеха уточняет, информация, которую публикуют в интернете, не соответствует действительности. Начиная с 2019 года ведутся работы по благоустройству территории филиала. А именно, были демонтированы около 10 зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Территория под зданиями была выровнена, отсыпана грунтом, культивирована и засажена многолетними растениями. Слухи о строительстве стали плавильного комплекса сегодня прокомментировали и в администрации Первоуральска. Ни акционерное общество Первоуральский новотрубный завод, ни иные организации с соответствующим заявлением не обращались, вследствие чего соответствующие документы нами не готовились и не выдавались. Хотелось бы отметить здесь, что за распространение заведомо ложных сведений, заведомо ложной информации предусмотрена как гражданская ответственность, так и административная и уголовная. Ранее операционный директор трубномагистрального дивизиона группы ЧТПЗ Алексей Дронов опроверг информацию о введении строительных работ на территории филиала, а также подчеркнул, что все решения, касающиеся экологии, в компании принимаются в четком соответствии с законом и после обсуждения с жителями. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.